В 2002 году Международный союз почвенных наук принял резолюцию, предложившую праздновать 5 декабря как Всемирный день почв. Ее главной целью стало напоминание о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека. В здании научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития КФУ имени Вернадского прошел семинар, посвященный этому событию. Данное мероприятие направлено на включение студентов в научную деятельность Крымского федерального университета, а также в учебный процесс таких дисциплин, которые читаются на географическом факультете Крымского федерального университета. Это охрана почв, охрана земель и ландшафтов. Свои доклады на семинаре представили ведущие ученые в области сельского хозяйства, экологии и почвоведения, а также члены Крымского отделения Общества почвоведов имени Василия Васильевича Докучаева. Ключевым моментом семинара стала презентация двух монографий – изучение и идентификация почвенных эталонов и редких почв с целью мониторинга и охрана почвенных ресурсов в равнинном Крыму и пространственные временные закономерности процессов современного почвообразования на Крымском полуострове. Монография посвящена почвенным эталонам равнинного Крыма. Чрезвычайно важное направление. Почему? Потому что, зная, какой должна быть почва в эталоне, в неизмененном состоянии, мы можем говорить о состоянии почвенного покрова сегодня в равнинном Крыму. Если мы видим, что какое-то идет отклонение от эталона, соответственно, идет какое-то нарушение. Я представляю монографию пространственные временные закономерности процессов современного почвообразования на Крымском полуострове. Это сугубо научная монография теоретического плана. В ней представлены результаты более чем 20-летних исследований процесса современного почвообразования Крымского полуострова. То есть это монографии регионального плана. И могу сказать, что таких монографий в Крыму до сегодняшнего дня не издавалось. И она будет очень полезна и для научных сотрудников, для аспирантов, естественно, для студентов, для подготовки экзаменов, для написания сообщений, рефератов, для научно-методической работы. Заключительной частью семинара стало вручение членских билетов Крымского общества почвоведов имени Докучаева. Его ряды пополнили шесть новых представителей.